Музыка Прошло 405 лет со дня победы народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и освобождения Москвы от польских захватчиков. Для истории это миг, для человечества – жизнь многих поколений. Сегодня 1612 год – это символ памяти, видимый мост, перекинутый через века. Вызывает такие чувства, как глубокая признательность и восхищение русским народом. В исторических документах содержится сведение о том, что в 1612 году на территории современного района Ростокина, на пересечении реки Яуза и Троицкой дороги, сегодня это проспект Мира, располагался путевой стан ополчения Минина и Пожарского перед решающей битвой за Москву. По инициативе префекта Северо-Восточного административного округа Валерия Юрьевича Виноградова, в 2012 году была возведена стела в честь 400-летия со дня освобождения Москвы от польской интервенции вторым народным ополчением под руководством князя Пожарского и земского старосты Минина. Сегодня, в День народного единства, мы отмечаем пятилетний юбилей установки данной стелы как символа единства государства, единства народа, единства общественности и в настоящем, и в будущем. Слово предоставляется префекту Северо-Восточного административного округа Валерию Юрьевичу Виноградову и главе муниципального округа Ростокина Зименкову Михаилу Владимировичу. Уважаемые жители, добрый день. Позвольте мне всех нас поздравить праздником. Вы знаете, когда мы задумывали эту стелу, я обратился в Институт истории России и спросил, есть ли на территории современного Северо-Востока какие-либо места, которые связаны с 400-летней историей освобождения Москвы. И тогда историки подсказали, что у нас в территории есть два места. Первое место, связанное с этим событием, это церковь Пресвятой Богородицы, Покрова, Южно-Медведково, на месте усадьбы Дмитрия Пожарского, который, вы знаете, был одним из руководителей этого движения по освобождению Москвы. Но есть второе место. Оно может быть менее известное в исторических каналах, но оно имеет непосредственное отношение к событиям. Мы знаем, что ополчение шло из Нижнего Новгорода, из Ярославля, и шло по Троицкой дороге, которая сегодня минуется Ярославским шоссе и проспектом мира. Ополчение было большое. Не было поездов, не было самолетов. Шли на повозках, на лошадях, то пешком в основном. И нужно было место, где они бы могли собираться. И вот на этом месте, где мы сейчас находимся, была большая дубрава на слиянии вот этого, на повороте, на изгибе Яузы. И вот в этой дубраве собиралось ополчение. Оно собиралось несколько недель, подтягивая этот обоз вот оттуда, с северной части. И только после этого, в начале ноября, пошло наступление на Кремль. Поэтому это место, мне кажется, должны знать наши, не только современники, но наши дети, наши внуки, которые, я уверен, будут изучать нашу историю, любить ее и делать все возможное, чтобы мы эту историю продолжали. Еще раз с праздником, хорошего вам настроения. У нас впереди несколько таких выходных дней, чтобы нам набраться силы, здоровья и благополучия. С праздником вам, дорогие. Праздник, который всем нам позволяет сказать слова добра, наилучшие пожелания и желание видеть всех нас всегда едиными, стоящими плечом в плечо, в решении всех вопросов, которые связаны у нас в столице. Спасибо вам. С праздником, всего самого доброго, процветания и мира. Родина, родина любимая, Россия, облака по его воздушной сии, реки полноводные, хребты, это ты, мое отчизна, ты, легчайший пуховый снега, густая хвойная тайга, у озера хрустальной чистоты, это ты, мое отчизна, ты, и поляк, где хлебушек родится, где пшеница буйно колосится, где в лугах медовые святы, это ты, мое отчизна, ты, и береза красная девица, что листвой осенне целотится, нет такой на свете красоты, это ты, мое отчизна, ты. Во славу Божию потрудились, и князь, и просто гражданин, мечи ковали и молились, врагов в сражении не страшились, мир обрели на всех один. Прошу возложить цветы к стелле. Что может быть лучше России, за дамья монета ночам, над белой огнитою земли, поднявшись, джонки молчат, спросите, а вы, кто не дадут, мы вам ждем всегда сыновей, что может быть лучше России, судьбы ненадежды моей.